Итак, всем привет! После долгого отсутствия возвращаемся на канал. Тема этого ролика Windows 11 24H2. Я отсутствовал по причине сторонних дел, скажем так. И вот мы продолжаем. За это время вышло порядка четырех сборок. Я решил все это скомпоновать в один ролик и сделать одно полноценное, полноформатное видео по этим сборочкам. Начнем со сборки. Сборочка 25169. И снова режим киоска с несколькими приложениями. То есть данная функция позволяет выбрать набор разрешенных приложений для запуска на устройстве, все время как все остальные функции блокируются. Некоторые настройки ограничений включают ограничение доступа к приложению параметры за исключением отдельных страниц. Например, яркость экрана, либо Wi-Fi. Блокировка меню пуск для отображения только разрешенных приложений. Блокировка всплывающих уведомлений и всплывающих окон, которые приводят к нежелательному пользовательскому интерфейсу. Я не знаю, к чему это и зачем это сделано. Я понять не могу до сих пор. Переходим к улучшению и изменениям. Windows интересная. Теперь вы можете включить Windows интересная, Windows Spotlight на рабочем столе с помощью совершенно новой темы Windows. А также мы можем создавать собственные темы. Давайте перейдем. Персонализация. То есть тут мы можем создавать собственные темы со своими изображениями Windows интересных. С изменяемыми изображениями. О том, как включить эту функцию, будет отдельный ролик. Мы это все посмотрим. Мы с вами переходим далее. 25174. Ну первое, вот что новое в этой сборке. Виджет Game Pass. То есть вот здесь. У меня правда нету. Вот если мы зайдем. Видите, нет. У меня нету этого. Вроде как. Xbox Game Pass у меня нету. Но присутствует виджет Game Pass, который позволяет зайти в аккаунт Xbox. Далее. Улучшение и изменение данной сборки. Средний щелчок по папке. В навигационной панели проводника Windows теперь будет открывать ее в новой вкладке. Например, вот документы. Давайте попробуем открыть документы. Вот я колесиком нажал. И открылись документы. Давайте вернемся. Видите, папка открывается сразу. Просто колесиком. Просто колесиком. В новой вкладке. Также исправлены общие проблемы проводника. Такие как аварийное завершение работы при открытии новых окон. Исправлена проблема, вызывающая проблемы с пользовательским интерфейсом проводника Windows при использовании F11 для перевода проводника в полноэкранный режим. И много-много-много-много других проблем. Панель задач. Исправлена проблема, приводящая к неожиданному отсутствию различных элементов в панели задач у некоторых инсайдеров в предыдущей сборе. Да, такое было. Отсутствовал магазин. Отсутствовал Microsoft Teams. Это поправлено. Такое было. Исправлен сбой в параметрах. Переходим в систему. Память. Дополнительные параметры хранилища. Диски и тома. Вот когда мы переходим по этому пути, параметры просто закрывать. С этой сборкой все. 25, 174. У меня стоит 25, 182, то есть она уже последняя, но мы вернемся к ней чуть позже. Мы продолжаем с вами далее. Итак, сборочка. 25, 179. Тифографический словарь теперь будет использовать список слов нейтральных по языку. Пользователи могут переключить эту функцию через параметры учетной записи, архивация Windows, запомнить мои настройки. Настройки языка. В настоящее время эта функция работает только с учетными записями Microsoft. Поддержка AAD появится позже. Проводник Windows. Обновление вкладок и навигации проводника Windows, которые начали распространяться на канале девелопер со сборки 25,136. Теперь распространяется для всех пользователей. Я помню, мы снимали ролик. То есть вот эти вот вкладочки, вот это вот все теперь доступно для всех инсайдеров. Можете потестировать, попользоваться, посмотреть. Тестируются различные варианты отображения результатов поиска в проводнике Windows. То есть, мне кажется, можно будет поиск переключать. То есть, как вы хотите видеть результаты поиска. Мы идем с вами дальше. Итак, актуальная сборочка на данный момент 25,182. На канале девелопера она у меня установлена. Вот, вы можете видеть. Приложение камера поддержка затвора конфиденциальности. То есть, в новой версии приложения камера, приложение теперь может понимать состояние затвора. Закрыт затвор или открыт. Актуально для современных ноутбуков под управлением Windows 11. На старых ноутбуках я не уверен, что это актуально и это работает. Но это все же интересно. Далее обновление Microsoft Store. Начинается развертывание обновления Microsoft Store. В версии 22207.1401. Скриншоты в результатах поиска. Теперь вы можете просматривать скриншоты в результатах поиска. Чтобы улучшить качество просмотра. Давайте посмотрим с вами версию. У меня еще не зависало. Ноутбук старый, я извиняюсь. Ну, относительно. Пятая поколения процессоров Intel. Да, вот эта версия. Давайте найдем, например, iTunes. Нет. Этого нет. Вот, например, я нашел iTunes. А чтобы просматривать скриншоты в результатах поиска, этого пока нет. Видимо, оно будет разворачиваться позднее. Далее. Установка игр непосредственно из приложения Microsoft Store. Когда вы находите понравившись в игру, будет выполнена ее установка прямо из Microsoft Store, не переключаясь между приложениями. Ну, например, давайте зайдем в игры. У меня, к сожалению, Game Pass нет. Я хотел бы затестировать Game Pass, посмотреть, что это такое. Но пока, к сожалению, я не могу этого сделать. Потому что смысла не вижу для покупки подписки на слабом новом виде. Наверное, уже со сборкой компьютера я буду, скажем так, тестировать все, покупать, смотреть. Вот такой перечень сборок. Я надеюсь, что это еще не конец. Также тестируется новый вид панели задач с измененными иконками. Что-то такое я читал в интернете. Я думаю, мы сделаем видео касательно Windows 11, то есть последние новости по Windows 11. В данный момент мы ждем финальную версию 22H2, то есть она выйдет осенью этого года. Версия 24H2 в 2024 году осенью. То есть мы будем еще целые два года мы будем тестировать сборки. Будем снимать ролики, будем разговаривать на эту тему. Так как я отсутствовал, я решил сделать вот такое видео. То есть оно большое, полноформатное. Не знаю, сколько оно будет идти, но я думаю, что оно будет содержательным. Если ролик понравился, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями. А с вами вновь был Андрей. До встречи в новых роликах. Продолжаем наблюдать. Всем пока.